Ещё одна горячая точка, Мариуполь. Там находится Эльвина Ситболаева, она с нами на связи. Эля, какие новости в Мариуполе? Да, Наташа, 4,03 и 2,02. Это потери украинской армии. Сегодня около 4 часов вечера боевики открыли огонь по нашим позициям. Об этом нам сообщили бойцы батальона «Киев-2». Из миномётов атаковали один из блокпоса 28-й бригады. А вот вчера около 8 часов вечера боевики недалеко от гранитного пытались прорваться на территорию подконтрольной украинской армии. Привезли 2,02 со стороны российских, я так называю, сепаратистских войск. Занимаются провокациями, постоянно делают выездные обстрелы с агрессов. Настолько обнаглели, подходят даже с ватсоников стреляют. По позициям, по нашим позициям. А мы отвечать им не можем. И сегодня мы побывали под Донецком, в Красной зоне. Это территория между украинской землёй и оккупированной террористами. Осенью тут шли ожесточённые бои. Местность опасная. В двух километрах от нас уже боевики. Сразу обнаруживаем снаряд. Смотрим, есть взрыватель или нет. Тут взрывателя нет. Он безопасен. Здесь их опасно оставлять не только для длинного населения, но и для наших войск, для силовых структур. И хочу отметить, что недалеко от места расположения, где мы работали, находится село Еленовка. Раньше там жили люди, а сейчас практически никого нет. Всё равно это земля когда-то опять будет заселена людьми. Сейчас эти дома не заселены, потому что это фактически зона боёв, поэтому они все отсюда ушли. Но некоторые увидели, там цепочки следов есть, некоторые продолжают здесь жить. Здесь ничего не работает, ни магазины, ни школы. То есть это зона отчуждения. На поле осталось очень много слытых, под снегом страшных сюрпризов. Неразовавшиеся снаряды бойцы грузят в машину, а те, которые могут разорваться, вывозят для уничтожения на полигон и подрывают уже на месте полигона. Быть людей, которые находятся в зоне риска, практически полностью зависит от украинской армии и волонтёров. Вот в Гранитном нет ни детского сада, ни школы. Люди массово выехали из села, остались в основном пенсионеры. И наши военные передали жителям тёплые вещи, продукты. Делают это они практически каждую неделю. Спасибо хоть солдатам, гуманитаркам. Даём и живём. Это не пенсии, не видя ничего. Благодаря украинской армии сегодня жизнь у нас другая. И живём мы по-другому. Если бы не украинская армия, то, наверное, у нас было бы то, что у моей дочери в Донецке. Ни гуманитарки, ничего. Сейчас к нам более лояльны. Стараются нас поддерживать, и мы их поддерживаем. В основном у нас всё происходит воюдно. Вот так. На этом у меня всё, Наташа. Спасибо, Эля. Ильвина Сидбулаева была с нами на связи с Мариуполем. Спасибо.